Город встал, машины в пробках, что уже, впрочем, и неудивительно для летнего периода сезона гидравлических испытаний и ремонта теплотрасс. Извините, говорят ресурсники, но город готовится к зиме и придется смириться с неудобствами. Где ремонт теплосетей уже заканчивается, а где автовладельцам придется искать пути объезда, знает Зоя Попцова. В первые дни перекрытия улицы Некрасова и улицы Попова Киров частично встал в пробках. Предложенные пути объезда по соседним улицам оказались забиты машинами и общественным транспортом. В пробках встали улицы Калинина, Красина, Щерца, Сурикова и Пугачева. Но этому коллапсу должен наступить конец. Улицу Попова должны открыть уже 10 августа для движения транспорта. Улица Некрасова будет недоступной для движения транспорта вплоть до конца лета. Желтый забор и знак дорожной работы появился теперь и в микрорайоне Европейские Учкин. А все потому, что единственная дорога, которая связывает этот микрорайон с городом, улица Энтузиастов, станет уже на 2,5 метра. Но только вот на этом участке, на перекрестке с улицей Рудный. Все потому, что здесь идет строительство тепловых сетей. Ограничения продлятся до 30 августа. До конца лета по улице Грибоедова тоже не проехать. В районе домов номер 21, 23 и 29 происходит модернизация теплосетей. По улице Полевой, что в микрорайоне ОЦМ, пройти смогут только пешеходы. Здесь раскопали проезжую часть из-за реконструкции теплотрассы. Поэтому водителям проезд будет закрыт до 30 сентября. Автовладельцам опять придется искать пути объезда улицы Казанской. С сегодняшнего дня ее должны перекрыть. Ну вот, собственно, и эти ограждения, которые появятся на перекрестке с улицей Спаской и улицей Горбачева. На этом отрезке ресурсники будут менять 300 метров трубопроводов. А вот на жителях этого микрорайона никак ремонтной работы не отразятся. Горячая вода в их кране будет и никуда не денется. Зоя Попцова, Владислав Можейко, Бюро новостей Давича.